Друзья, всем привет. Я нахожусь в храме буддистском. Находится он в городе Суйфанхэ возле озер. Все знают это место. Кто бывал в Суйфанхэ один, но все равно посещали этот храм. Я знаю людей, которые не один раз посещали. Два и три были здесь. Кому-то нравится это место. Тихое, спокойное. Гуляю, кстати, я здесь один. Никого нет. А помню, мы приезжали первый раз в 2007 году. Здесь достаточно было людей, монахов. Или мы попали на какой-то праздник. Но было многолюдно. Вот я поднялся до крайнего храма. Здесь вот молитва доносится. Но, как говорится, снимать нельзя внутри. Но мы и не будем нарушать это правило. Начнем сверху. Чем похож, как говорится, Суйфанхэ на Владивосток? То, что он расположен на холмах, на горах. Но пока скарабкаешься, семь потов сойдет. Ну, это, конечно, не Фалаза, не Пидан. Но усилий придется приложить. Ну, и сам Суйфанхэ на сопках находится. Я уже повторяюсь, как Владивосток напоминает чем-то. Погода меняется. Сегодня обещали дождик. Ну, и покрапал здесь. Мы приехали с утречка. Десять часов утра по китайскому времени. И, как бы, дождь начинался. Я думаю, ну, все, испортили погоду. Не будет дня тебе нормального. Дождь будет. Ну, нет. Распогодилось. Я даже вон свою жилетку снял. Ну, как я понял, это богиня Гуаня-Нинь. Вот у него кушин с водой. Конечно, я далек от темы буддизма, как и многие из вас. А что, у нас концессий в стране много. И вероисповеданий тоже много. Вон, ароматные палочки Сталина. Тлеют кто-то. Ну, тут недавно ребята пробегали. Кстати, молодые китайцы. Может, они и поставили. Тлеют. Знаете, такая тишина. Ну, я не пойду. Тут есть ответвление и вправо, и влево. Можно погулять. Я основные храмы посмотрел. Кое-что на телефон записал. Да, кстати, у меня есть дублирующий канал, куда я скидываю шорсы, съемки с телефона. Называю, кто не знает, называется Санчо 25 Рус. Там вы можете посмотреть. Ну, многим нравится. Кстати, не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Все это способствует продвижению канала. Рабочие идут. Как добрался я сюда? Ну, тут двумя способами можно браться. Или на такси, заплатив юаня 10. Или же пешком. Я не ищу легких путей. Я прошелся потихонечку, снимая по пути достопримечательности. И заняло это меня по времени, если идти от Арбата, полчаса. То есть немного. Если вы не устали с дороги, если у вас был нормальный... Ну, как? Не сказать, чтобы легкий... Легких не бывает переходов границ. Но вы не сильно устали. Можете посетить это место. Ну, вот мы приехали. Как бы я приглашал людей. Кто с нами был там. Все решили шопингом заняться. Ну, а что? Шопингом и мы займемся попозже. А пока вот погуляем. И отдохнем душой и телом, как говорится. Так красота вот сверху открывается. Вид на город. На новые дома. Ну, так сказать, новые. Я тут 10 лет не был. Вернее, уже... Ну, неделю назад здесь был. Ну, как бы все равно. 10 лет отсутствовали. Много построек. Город развивается. Развивался. Сейчас даже не знаем. Раньше он был ориентирован на русских туристов. Ну, а как насчет внутреннего туризма? Все пандемия спутала. Но все равно кто-то заезжает в Россию через переходы. Не все же через Кунь-Чунь заходят. Кто-то через Кунь-Чунь заходят. Вот, дракоши. Вот сколько их. Дракон-священная фигура. Вот. Тучи развеялись. Туман разошелся. И как бы погода ясная становится. Какая красота. Туман. Может быть. Хотя. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...